Приветствую вас, и вы пишите, как сумеете принять человека для совместных периодов отношений. Знаете, давайте поначалу определимся так. Итак, соблюдены ли необходимые условия для того, чтобы принятие человека стало возможным? Вот эти необходимые условия включаются, во-первых, в том, что вы мужчину любите, что вы понимаете причину его негативного поведения, это дает себе отчет в том, почему оно так протекает и каковы основания для этого. Далее, вы понимаете желания мужчины и готовы эти желания для человека удовлетворять. Первое условие для принятия является наличие чувств к мужчине. Любовь. Любовь безусловная, любовь искренняя, чистая и так далее. Если у вас это есть, то проблем с принятием не будет, потому что у каждого человека есть свои недостатки. Если вы знаете, что мужчина любит вас в ответ, то даже при его изначальном вот таком поведении, которое вы описали, вы будете знать, что несмотря на это, ну вот специфика у человека такая, что он вот с другими женщинами слабости имеет. Но у кого из нас слабости нет. И если для другого мужчины, скажем, измена, поход на сторону и так далее является чем-то ужасным, то для вашего мужчины, поскольку он изначально так себя ведет, это является нормой. И именно вот это принятие нормы является для вас важным, в том случае, если вы, конечно, человека любите. Если не любите, то о чем говорить тогда? Следующее условие для принятия человека, это, как мы уже сказали, понимание причин такого поведения. Как вы сказали, кобелизмом я не очень, ну, не люблю такое определение. Лучше, когда просто слабо-слабо со всем самополом мужчины испытывают. Так вот, причина такого поведения кроется всегда в самооценке и внутреннем ощущении. Возможно, у мужчины есть определенные комплексы, определенные сомнения в себя относительно своего ощущения. И когда он, другой женщина, как бы постоянно заполняет эти сомнения, старается решить таким образом комплексы. В связи с другими женщинами для него средство борьбы со своими страхами. Например, если человек сомневается в том, насколько он привлекателен, то успешная связь с женщиной ненадолго этот страх убирает. То есть, нужно понять, почему мужчина так себя ведет. И для этого необходимо с ним обсуждать. Обсуждать его поведение для того, чтобы вы поняли истинное значение того, что мужчина делает. Вот, знаете, как обычно бывает, ну, необычно, часто бывает. Человек встречается с другим человеком, мужчина, женщина говорит, вот я тебя люблю, я хочу быть с тобой и все. А потом выясняет, что он там не изменял, допустим. И понятно, что такое поведение является аморальным, понятно, что такое поведение является неприемлемым. Но если молодой человек, допустим, говорит, что вот ты знаешь, я тебя люблю, но я по своей сути, по своей правде, так вот это я буду другими женщинами быть. Или вы знали изначально, что мужчина бабник, и в этом плане ему нельзя доверять. И вы видите, что он не меняется, как бы, при появлении в ваших отношениях отношений. То у такого поведения, устойчивого поведения, откровенно несущего вред самому мужчину, с точки зрения жизни семейной. И общественным такое поведение имеет причин. И причиной оно, корень, кроется в чем-то негативном. И это необходимо разобрать. Потому что мужчина, скорее всего, делает это не по своей воле, а не по своему желанию. То есть желание, вот желание, в привычном понимании этого слова, это когда влечения представлены в сознании. Это и есть желание. Так вот, у вашего мужчины, у вашего мужчины, желание представлено в сознании недостаточно сильно. И скорее всего, изначально желание – это другое. Изначально. Изначально желание – это повынуть себе самооценку, обрести уверенность, подчеркнуть своего мужества. И возможно понять, почему этого у мужчины нет, или с этим есть проблемы. Поймем, тогда будет проще воспринимать, хотя бы даже вам, будет проще воспринимать его поведение к вам. То есть его комбинизм будет проще воспринимать. Он не будет казаться вам именно на этом таким вот свободным волеизъявлением. Главное понятно, что мужчина использует его для борьбы с чем-то и поможет ему с этим бороться. И вот если, во-первых, есть адекватная цель этой борьбы, если есть адекватная причина этой борьбы, если эта борьба увенчается успехом, то есть проблему вы, допустим, решите, и мужчина не будет больше так активно обращать внимание на других женщин, хотя там еще играет привычка в поведение, с которой постепенно нужно избавляться, то тогда можно говорить о том, что мужчина делает это не идеяно. То есть основная проблема поведения – это его субъективная сторона. Для чего мужчина это делает? Если делает это идейно, то есть вот я вот хочу там спать с другими женщинами, потому что, потому что считаю, что мужчина должен на свою жизнь как можно больше женщинами переспать, как можно большее количество женщин завоевать и так далее. А если я сплю с женщинами для того, чтобы получить собственную самооценку, гордость, уважение – это другое. И на это требуется обращать внимание. Цель очень важна. Ну и дальше, дальше, наверное, продолжать не имеет смысла, потому что, в принципе, все понятно и так. Третье условие вытекает из того, что если причина такого поведения является определенной целью, то это поведение вам нужно принять, если вы человека любите. Если, соответственно, целью такого поведения является идея, какая-то установка представления после воспитания, то такое поведение вам, конечно, занимать не нужно. Я надеюсь, помог вам. На этом все. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Если остались вопросы, обращайтесь в личку. Помогу. 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 Продолжение следует...